Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, студия Руслан Жукаев и коротко о главном. Они дали клятву служить Отечеству и народу. Сегодня в День Конституции присягу приняли 8 молодых сотрудников МВД по Карачаево-Черкесии. Остановка поликлиника, репортаж висей о трудностях, которые испытывают пассажиры общественного транспорта северной части региональной столицы. Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи. Сегодня в Черкесске на базе центра «Авангард» открылся музей боевой славы. Этот святой оберегает детей. Икону стиля она привезли в Никольский собор Черкеска. Сегодня День Конституции Российской Федерации. Жители Карачаева-Черкесии с государственным праздником поздравляют глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Основной закон, принятый россиянами в 1993 году, вошел в жизнь граждан как главный гарант их прав и свобод, независимости и целостности государства. Конституции – надежный фундамент, на котором крепко стоит наше правовое государство. Именно ее положение задает вектор развития страны, позволяет эффективно реализовывать социальные программы, укреплять экономику, объединять многонациональный и многоконфессиональный народ России. Сегодня мы особенно должны быть едины. Наша сплоченность и искреннее стремление отстаивать национальные интересы, с готовностью отвечать на любые вызовы времени, помогает Отечеству всегда оставаться великой державой. И главное помнить, что благополучие Карачаева-Черкесии и всей страны зависит от нашей с вами активной гражданской позиции. Присягаю на верность Российской Федерации. Сегодня важный государственный праздник. День Конституции отметился значимым событием и для молодых сотрудников МВД. Они в торжественной обстановке приняли присягу. Восемь человек дали клятву служить Отечеству и народу. Мероприятие состоялось в Черкесске в музее МВД по Карачаево-Черкесии. Произнесенные слова присяги послушала и Альбина Ламкова. Быть мужественным, честным, бдительным, лишать свои сил борьбы за преступность. Ритуал принятия присяги всегда имел особое значение в системе воинских традиций. Поэтому место торжественного мероприятия было выбрано не случайно. Музей ведомства на протяжении многих лет хранит самые яркие моменты истории Министерства внутренних дел. Проведение церемонии присяги в его стенах оказывает особый, волнующий эффект в жизни каждого сотрудника. Гости торжества выразили уверенность в том, что все восемь человек, сказав слова присяги, будут хранить добрые традиции своих предшественников с достоинством продолжать дело старшего поколения. В службе выбранная ими профессия потребует гражданской зрелости, ответственности и уважения к правам человека. Молодые сотрудники уже прошли испытательный период с честью и достоинством. Из-за этого руководство МВД предоставило им право принять присягу, сказал обращаясь к ним заместитель Министерства внутренних дел Покорчаева-Черкесии Михаил Дневалов. Он вспомнил то время, когда и сам торжественно произносил важные слова. Дело было в начале 90-х. Была гордость за то, что я сотрудник органов внутренних дел. Нас построили на площади, около памятника. Мы торжественно прочитали присягу, были все красиво одеты. Молодым и немолодым сотрудникам при назначении на любую должность всегда у него будет наставник, который будет делиться опытом работы с ним. Ветераны пожелали молодому поколению сотрудников добросовестно исполнять служебные обязанности, в полной мере реализовывать полученные знания в работе. А также выразили надежду, что текст присяги станет для молодых сотрудников главным ориентиром в их службе. Сегодня великий праздник. Сегодня принятие День Конституции. Сегодня великий праздник присяга. Это святое дело, ребята. Действительно, для молодых сотрудников испытательный период в их службе закончился. Теперь они в полном объеме будут выполнять поставленные перед ними задачи и еще с большей ответственностью служебный долг. Для меня сегодня был волнительный, знаменательный день. Произнесенные мной слова клятвы буду соблюдать. Чтобы быть хорошим сотрудником, нужно быть честным, ответственным и внимательным к людям. Еще молодым ребятам, принявшим решение связать свою жизнь с полицией, пожелали, чтобы на протяжении всей службы каждый из них не отступал от слов присяги стать защитниками правопорядка. В заключении торжества его участники сделали общее фото на память. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия. И сегодня же в День Конституции Российской Федерации РТРС, радиотелевизионный передающий центр Карачаева-Черкесии, включил архитектурно-художественную подсветку в цветах триколора и флага республики на телебашне в республиканской столице. Акция традиционная. Вместе с Черкесском праздничная подсветка появилась на башнях РТРС в Белгороде, Воронеже и Грозном, Казани, Козыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Тамбове, Туле, Челябинске, Ярославле и в других городах Российской Федерации. 10 тысяч энергосберегающих лампочек окрасили башню. Яркие цвета изображают более 20 различных комбинаций. Это и герб Карачаева-Черкесии, и георгиевская лента, и другие тематические подсветки под определенные праздники и времена года. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4, плюс 1, а днем 2-7 градусов, выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днем 3-5 градусов, выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ура! Цирк приехал! 333-90-00 Проблема, о которой мы расскажем, в репортаже не нова. Жители Черкеска неоднократно обращались в СМИ и региональный Ространснадзор с просьбой обратить внимание на плохую работу общественного транспорта. В первую очередь это касалось перевозки пассажиров к медсанчасти и онкологическому диспансеру. В проблеме разбирался наш корреспондент Артур МХЦ. Мы находимся в северной части Черкеска, где располагается филиал городской поликлиники и республиканский онкологический диспансер. А это ближайшая остановка общественного транспорта. Ее, правда, толком не видно, как нет и малейших удобств для ожидающих автобус-постителей и персонала медучреждений. Поначалу даже трудно понять, где именно останавливается общественный транспорт. Нет соответствующего дорожного знака. О том, что где-то здесь есть вероятность сесть в автобус, сообщает лишь это расписание. Правда, оно совершенно не совпадает с реальным прибытием официальных перевозчиков. На что обратили внимание представители Ространснадзора. Они на протяжении нескольких дней проверяли достоверность обращения от населения, мониторили обстановку около медсанчасти и онкологического диспансера. Было установлено, что из 13 графиков обслуживаются 7, 8, 9, в какой день 10. В основном не выпускают автобусы пассажирское предприятие номер один. Вчера мы здесь находились, подходили жители и жаловались на то, что здесь нет остановочного пункта, павильона, крытого. Да, ну никакого. Здесь даже нет знака, что остановочный пункт маршрутного транспортного средства. Подтвердили сказанное и многочисленные посетители и работники медучреждений. Кому как не им знать о трудностях, которые испытывают пассажиры общественного транспорта в этой части региональной столицы. Здесь толком нет общественного транспорта. Как добираться отсюда? Ой, сегодня я добиралась ужасно, сразу вам скажу. Во-первых, я долго ждала этот парковый химзавод. Людей было очень много. Выходили, заходили толпами, ругались все. Потом он сразу объявил, что он едет сюда вот до онкологии и на кругу. И от круга вся эта толпа пошла. Транспорт нужен, потому что пожилые люди. И остановок нет как таковых. Остановок нет, я заметила. Здесь табличка есть, а так ни навеса нет, ни лавочек. Вот медицинские работники вот этого РГБУ с ЧГП стоим, мерзли. Нет возможности ни сесть, ни встать где-то под навес. Возможно ветер, вот как сейчас, дождь. Эти кадры сняты в 2019-м. А годом ранее здесь была установлена табличка с расписанием. Собственно, с тех пор она так и осталась единственным напоминанием о том, что вблизи медицинских учреждений есть территория для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. Как объяснили в мэрии Черкесска, есть некоторые проблемы с размещением оборудованной остановки. Однако клиентам-перевозчиков от этого не легче. Они надеются, что обращение в Ространснадзор и редакцию вестей все же сдвинут решение вопроса с мертвой точки. Артур Мухцелий Бастанов, Ислан Урумов, Вести, Карачао, Черкесия. Дня Героя России После все собравшиеся могли познакомиться с экспонатами. А ребята рассказали ценную историческую информацию о боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. Важно отметить, что все материалы были собраны поисковым отрядом Центра военно-патрического воспитания молодежи «Авангард». Одним из проектов, который реализует региональное отделение партии «Единая Россия» на территории Карачао-Черкесской республики, называется партийный проект «Историческая память». В рамках этого проекта были проведены конкурсы следопытских работ, конкурсы в школьных музеях, посвященные Великой Отечественной войне. В двух номинациях – городской музей и сельский музей школьный. Одним из победителей федерального уровня у нас стал музей Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкеска. С учетом богатой истории этого музея, его наполнения экспонатами, музей уверенно занял первое место и получил грантовую сумму в размере 500 тысяч рублей. Для нас победа школьного музея на федеральном уровне – это большая победа, потому что позволяет восстановить экспозицию музея, позволяет привлечь подрастающее поколение к тематике Великой Отечественной войны и показать на живых экспонатах все эти пути, которые прошла наша армия в годы Великой Отечественной войны. Важное событие для православных верующих республики. В Никольском соборе города Черкеска появилась новая икона святого Стильяна Пафлагонского, которого считают покровителем детей. Образ был доставлен из Краснодара. Подробности у Али Баташева. Звон колоколов возвестил о радостном событии. В Никольский собор привезут икону преподобного Стильяна Пафлагонского. Сотни людей заполнили пространство храма и прилегающую территорию. Анастасия Васильева пришла помолиться за своего сына Николая. Для нас как матерей это очень важно, потому что он покровитель детей. И мы очень рады, что теперь мы будем возносить наши молитвы о наших детях и маленьких, и больших. Потому что дети для матерей всегда остаются детьми, сколько бы лет, наверное, им не было. Святой Стильян родился в Малой Азии между 400 и 500 годами после Рождества Христова. Подвижник после совершеннолетия раздал свое имущество и стал монахом. По церковному преданию еще при жизни по молитвам преподобного совершались чудеса. Выздоравливали больные дети, а многие бесплодные женщины становились многодетными мамами. В нашем соборе тоже много случаев, когда обращаются люди с реанимации, чтобы помолиться за ребенка. Он родился недоношенным. Или случаи, когда женщина долго родить не может. И мы теперь не только будем, конечно, Господу в первую очередь молиться, но и молиться Его служителю, который там у престола поможет, попросит Бога, чтобы у этого ребенка, или у этой женщины, или у этой семьи было все хорошо. Икона преподобного Стиляна Пафлагонского была доставлена из Краснодара. Ее установили в Никольском соборе и осветили. Освящается образ сей благодати Пресвятого Духа, а как принебодрится священность во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перед иконой был совершен молебен. Множество людей просили преподобного о здоровье и благополучии своих детей. Хотелось, чтобы в нашем городе и в нашем храме была эта икона. Сейчас в наше нелегкое время многие детки болеют, как у нас говорят. Сейчас и больницы переполнены там. И хочется, чтобы люди приходили, люди молились. Имя Стилян в переводе с греческого означает «столб» и происходит от глагола «стилона», что значит «укреплять», поддерживать здоровье детей. На иконе святой изображается держащим в руках спеленутых младенцев. Его память церковь празднует 9 декабря. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!